Здравствуйте, зовут меня Владимир, приняли по 159. Значит, скажу сразу, человек я спокойный, но если меня будут пытаться отпидорасить, вгрызусь в кадык и умру натуралом. Володя Яковлев, он же Сергей Бурунов, получивший большую известность благодаря сериалу «Полицейской срублевки». Это российский актер, телезрители знают его по десяткам ярких и эксцентричных ролей в известных фильмах и сериалах, а благодаря невероятному комедийному таланту он стал настоящей звездой российских сериалов подобного жанра. Я думаю, и многие знают и в интернете видели, и в том числе на YouTube, нарезки с его видео, мемами, которые расходятся моментально по интернету и набирают популярность. В этом видео я вам расскажу, как живет Сергей Бурунов и самый знаменитый «Полицейский срублевки». Детство и юность будущей телезвезды Сергея Александровича Бурунова прошло в Москве. Он коренной москвич. Будущий актер родился 6 марта 1977 года в рабочей семье. Отец мальчика работал электротехником. Мать трудилась в должности медсестры. На момент появления Сергея в семье уже подрастал сын Олег. Буруновы жили неподалеку от аэропорта до Мадедова, поэтому в детстве Сергей был, что называется, обречен часто поднимать глаза к небу, наблюдая полеты лайнеров. Вскоре это стало главным хобби мальчика, и он начал интересоваться всем, что связано с крылатыми машинами. Часто отец возил сыновей в Тушима, чтобы посмотреть показательные выступления пилотов. В старших классах юноша уже не только смотрел со стороны, но и сам занимался в аэроклубе как пилот-любитель. В 1993 году в 16-летнем возрасте он окончил курс обучения летной эксплуатации тренировочного самолета Як-52. Через год после окончания школы стал студентом Качинского военного авиационного училища в Волгограде. Но именно здесь Сергей вдруг начал понимать, что его больше не вдохновляют мечты о небе. Зато проснулся интерес к сцене. В молодости Бурунов с удовольствием играл в КВН, выступал в разных конкурсах, которые устраивались между вузами. Это увлечение оказалось настолько сильным, что парень отдал сцене почти все в свободное время. Таким образом, к концу второго курса успеваемость юмориста свелась к нулю и Сергей отчисли из училища. В 1997 году Бурунов вернулся в столицу и сделал попытку поступить в один из театральных вузов, но попытка оказалась неудачной. Зато ее юношу приняли на второй курс циркового училища. Через год Сергей опять попробовал взять театральный вуз. На этот раз отправился поступать в Щучинское. И снова провал. Выход был один – идти на платное отделение. На помощь пришел отец, поверивший, что желание стать артистом у сына искреннее и непроходящее. Таким образом, Сергей получил возможность изучать азы актерского мастерства. Во время учебы в Щуке проявился талант Бурунова к пародированию. В 2002 году будущий актер окончил училище. Что? Ниже, ниже смотри. Оп! Володь, наденьте брюки, вы что творите? Дамы, кто хочет повернуть штуцер? Володя! Пардон. Начало карьеры Сергея Бурунова. Некоторое время после окончания вуза Сергей не мог найти работу в театре, поэтому устроился ведущим на одной из радиостанций. Но вскоре работа по специальности нашлась. Молодой артист как-то пришел к Александру Ширвинду. После того, как Бурунов продемонстрировал собственный талант пародии, его зачислили в труппу театра сатиры. Здесь актер служил 4 года. Играл в постановках Швейк, слишком женатый таксист и других. А в 2007 году театралы увидели Бурунова спектакль «Синий слесарь», который ставился на сцене театра ДОК. В этом же году Сергей прошел кастинг проект «Большая разница», изобразив Владимира Этуша. Судя по фото и видео, это было точное попадание в образ. Казалось, настал звездный час артиста. Впоследствии он спародировал более 100 персонажей, став признанным мастером своего жанра. Фильмы и театр. Кинематографическая биография Сергея началась в 2002 году. Актер дебютировал в сериале «Кодекс чести». После этой ленты Бурунова часто приглашают в различные проекты на роли второго плана. Бурунов получил известность в российском кино как мастер эпизода. Наиболее яркой и запоминающейся работой артиста оказался образ политрука в картине «Эшелон». Это военная драма, вышедшая на экран в 2005 году. Затем в его фильмографию вошли два сериала «Отблески» и «Бесправа на ошибку». Среди ярких актерских работ Сергея роль по эксцентричной ленте Валерии Гай Германики под названием «Краткий курс счастливой жизни». Проект вышел в 2011 году. А в 2014 артист появился сразу в нескольких фильмах. Наиболее знаменитые «Не формат», «Ищу жену с ребенком» и «В спорте только девушки». Кроме того, Бурунов вновь засветился на Первом канале в пародийном шоу «Повтори». Появление на главном канале страны сделало артиста узнаваемым не только среди поклонников юмористических шоу, но и среди кинематографистов. Сергея стали приглашать в крупные проекты. С его участием за год на экраны вышли комедийные киноленты «Жених и пятница», сериал «Журналюги и остров». В 2016 году Бурунов стал участником еще одного популярного комедийного проекта. Актер сыграл роль Владимира Сергеевича Яковлева, подполковника полиции и начальника главного героя в сериале «Полицейские срублевки». «Одного не понимаю, сколько будет 150 умножить на 2, а остальное я все понимаю». «Триста!» «Отца сего тракториста». Лента рассказывает о жизни молодого, циничного и азартного полицейского, старшего оперуполномоченного головного розыска в Барвихе, Григория Измайлова, он же Александр Петров. Гриша не прикладывает усилий для работы, крутит романы и регулярно издевается над собственным начальником Яковлевым. Но главное отличие полицейского от коллег из других районов в том, что Измайлов расследует необычные дела и жалобы популярных, знаменитых и просто богатых людей города. Как рассказывали коллеги актера, присутствие Сергея Александровича создавало на съемочной площадке веселую рабочую атмосферу. И это не только из-за его комедийной натуры или каких-то шуток и анекдотов, а из-за того, что артист моментально входит в образ, начиная в шутку ругаться на подчиненных или вести себя как собственный персонаж сериала повседневной жизни. Ростислав Гулбис, который играет роль Олега Елисеева, в интервью со смехом назвал Бурунова и Александру Бортич двумя психопатами, конечно же в хорошем смысле. В мае 2017 года Бурунов вернулся к роли полицейского Яковлева во втором сезоне комедийного сериала «Полицейский с Рублевки Бескудникова». В новой части главные герои получили долгожданное повышение, но радость омрачается тем, что полицейских переводят из Барвихи в бедное и опасное Бескудниково. В 2017 году Сергей сыграл Водянова в фэнтези на основе русских народных сказок «Последний богатырь». В комедии речь пошла о том, как герой из современности оказывается в сказочном мире, где попаданца по ошибке принимают за знаменитого богатыря. Другой работой Бурунова в 2017 году стала второстепенная роль доктора в комедии «Но здравствуй, Оксана Соколова» о неудачном радиоведущем, который после внезапной потери и восстановления голоса в собственном первом эфире заговорил женским голосом. Фильм основан на одноименной короткометражной комедии, которая стала придером фестиваля Кинотавр в 2016 году. В оригинальной картине снялись те же актеры, что и в полнометре. Кроме того, артист появился и в комедии «Жизнь впереди» о бывших одноклассниках, которых через 15 лет после выпуска собрал вместе печальный повод – похороны школьного товарища. В этом же году с его участием вышла научно-фантастическая драма «Лачуга-должника». Которые переплелись сюжеты о жизни в будущем, о существовании параллельных вселенных и о высокоразвитых инопланетных пришельцах, экспериментирующих с увлечением продолжительности жизни. Яркая роль достала Сергею в семейной комедии «Ивановы и Ивановы». Фильм рассказывал о том, как две семьи однофамильцев узнали о том, что их, уже взрослых наследников, перепутали в роддоме. Бурунов уплотил образ успешного бизнесмена и азартного игрока Антона Иванова. Сериал понравился телезрительным и растянулся на пять сезонов. В актерский состав проекта также вошли Александра Ларинская, Михаил Трухин, Семен Трескунов и прочие. В конце 2018 года на экран вышли сразу третий-четвертый сезон «Полицейского срублевки», а также полнометражный фильм под названием «Полицейские срублевки. Новогодний беспредел». О его премьере актер рассказал в студии телешоу «Вечерний Ургант». Фильмография популярного исполнителя пополнилась громкими проектами, комедиями. «Вечная жизнь Александра Христофорова. Все ли ничего? Домашний арест». В 2018 году актер появился на театральной сцене вместе с писателем и главным редактором журнала «Максим» Александром Миленковым. Сергей Гастролило с юмористической программой «Мы люди маленькие». Со сцены исполнители читали юмористические монологи и разыгрывали комедийные миниатюры. 2019 год стартовал для звезды современной российской комедии очередным рейтинговым проектом. На канале «Пятница» был представлен сериал «Мылодрама» с участием Бурунова в главной роли. Артист перевоплотился в незадачливого автозаправщика, который попадает на место руководителя телеканала. По задумке совета директоров, его неумелые действия должны привести к снижению рейтингов канала и обрушению цен на акции. Но происходит все наоборот. В конце того же года вышло продолжение проекта «Мылодрама-2». Еще одной премьерой канала «Пятница» с участием Сергея стала криминальная комедия «Туристическая полиция» и «Туристическая полиция-2», где в главной роли представлен блогер Настя Ивлева. В марте того же года старовал показ эротического триллера «Содержанки», в котором Бурунову досталась одна из ведущих ролей. На экране он воссоздал драматический образ. Актерский состав картины блистал звездными именами. Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Марина Зудина, Александр Сбруев. В конце 2019 года поклонники творчества артиста смогли увидеть его в новогодней комедии «Полицейский срублевки» «Новогодний беспредел-2». Зовнуйтесь, доедете с нами в тестоте меня долбить. Все, в тестоте-то не в обиде. Где Бурунов воплотил всем полюбившийся образ жадного, глуповатого и не отличающегося хорошими физическими данными. Рост, хотя при этом актера 174 см, вес 81 кг. Полковника полиции Владимира Яковлева. Кстати, именно Сергей сам исполнил ОСТ к фильму композицию «Гранитный камушек». В 2020 году фильмография актера пополнилась такими проектами, как мелодрама «Глубже», киноальмонах «Настоящее будущее» и драма «Содержанки-2». Также Бурнов вместе с Дмитрием Нагиевым, Ириной Пеговой и Юрием Стояновым снялись новогодние коронометражки. Как поспорили Дмитрий Владимирович и Сергеем Александровичем. Здравствуйте. Вы не ошиблись? Да нет, вроде не ошиблись. Пятое купе. Уж поезд на Москву, правильно? Сережа. Ой, да, Дмитрий Владимирович, здрасте. А может ты там поедешь? Я просто один люблю. А вы бы у них в акции за 50% полочку вторую купили, да и все. И поехали бы как король. Или что, ковид по карману ударил, да? Шутка. О тяжелых трудовых буднях артистов во время пандемии коронавирусной инфекции. В конце 2020 года актер дал интервью Ивану Урганту в его программе «Вечерний Урган». Также на шоу был приглашен Иван Усович и группа «Машина времени». Иван Андреевич, при всем моем уважении к вам, я буду вынужден вас отпетушить. Чего? Личная жизнь Сергея пока не устроена. Хотя в молодости, по его признанию, у него случались бурные романы. Сейчас артист занят карьерой, но надеется, что в будущем в его жизни появится любящая жена и дети. Актер говорит, что во многом на его одиночество повлияла особенность характера – природная застенчивость. Перед камерой мужчине легко удается раскрепоститься, а вот жизни нет. Тем не менее, Бурунов открыт к общению с поклонниками. Количество его подписчиков в Инстаграме и Фейсбуке с каждым днем только увеличивается. На своих страницах в соцсетях артист выкладывает фото со съемок из личного архива. Свободное время Сергей предпочитает проводить в кругу родных. Он даже приобрел жилье поближе к родительскому дому. В декабре 2018 года актер побывал в гостях у известного блогера Юрия Дудя, где поделился яркими фактами из своей жизни. В 2010 году мать артиста умерла от рака. Потеряв самого близкого человека, Бурунов впал в депрессию. Но он находит в себе силы жить и творить. И сам о себе Сергей говорит «Я счастливый человек». Он, сука, знал и все равно меня подставил, понимаете? А я же думал, что это все натурально. Я боялся стать пропеллером. Это как пропеллером. Сколько зарабатывает Сергей Бурунов? Как он сам говорит, на жизнь хватает. Сергей Бурунов проставился благодаря телепроекту «Большая разница». Сегодня он активно снимается в кино и сериалах. При этом кумир не спешит пускать посторонних в свою личную жизнь. В частности, одна из запретных для журналистов тем в интервью с Сергеем Буруновым – то, сколько зарабатывает любимец публики. Бурунов мог стать летчиком и даже в течение некоторого времени учился в Высшем авиационном училище. Однако увлечение миром театра и кино пересилило. Актерская стезя принесла Сергею не только славу, но и неплохой доход. Бурунова можно увидеть практически во всех громких кино и телевизионных премьерах последнего времени. На его счету главные роли в многосерийных комедиях «Полицейской срублевки», «Остров» и «Домашний арест». Стоимость одного съемочного дня кумира зависит от проекта, но в среднем составляет около 65-70 тысяч рублей. За роль подполковника Яковлева в сериале «Полицейской срублевки» 4 сезон Бурунов получил приблизительно 10 миллионов рублей. Голосом Сергея Бурунова в российском кинопрокате говорят многие заграничные звезды, в их числе Джонни Депп, Адам Сэндлер, Мэтью МакКонахи, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Кроме того, Бурунову нередко приходится дублировать Леонарду Ди Каприо. Сергей признается, что эта работа приносит не так много денег, как может показаться со стороны. В среднем актеры дубляжа получают от 40 до 100 тысяч за один проект. В прошлом году актер обзавелся собственным каналом на YouTube. Здесь можно увидеть юмористические ролики с участием Сергея и нарезку с его лучших работ. Согласно подсчетам экспертов, пока проект приносит Бурунову около 7 тысяч рублей в месяц. Бурунов отмечает, что не может назвать себя богатым человеком. Московские концертно-праздничные агентства предлагают всем желающим возможность пригласить Сергея Бурунова на корпоратив, профессиональный праздник или даже свадьбу. Цена вопроса, благодаря популярности проекта «Большая разница» составляет около 1 миллиона рублей за выступление. В новогодние и рождественские праздники цена возрастает вдвое. Бурунов – актер-трудоголик. Он много снимается в кино и не отказывается от любой дополнительной работы. Выступает с театральными проектами, озвучивает кино, мультфильмы и даже компьютерные игры. Вот если это не раскрыть, вот сюда приедут генералы из главки, адидасы вот эти вот, вот с такими вот огромными болтами. И сначала продуплят меня, потом твоего непосредственного начальника майора Гудкову, а потом, Мухич, и тебя. Фу, несмотря на то, что ты не гей. Меня? Да. И не хочу. А генералам похуй. Сергей Бурунов сейчас. В феврале 2021 года состоялась премьера приключенческого фильма «Родные» с Ириной Пеговой, Семеном Трескуновым и Монеточкой в главных ролях. Бурунову также достался один из центральных образов. Он играет отца семейства, который решил реализовать давнюю мечту и исполнить песню перед публикой. Для этого вся семья отправляется на Грушевский фестиваль. В этом автопутешествии через всю Россию их отношения пройдут серьезную проверку на прочность. В паре из будущего Бурунов и Мария Аронова сыграла пару, уже 20 лет состоящую в браке. Или разблокируй бутылку. Вы исчерпали свой месячный лимит. Лучше бы я тебя 20 лет назад не отсказал! Лучше бы я 20 лет назад тебя не встретил! Они устали друг от друга, но не могут позволить себе развестись. Судьба дает им шанс исправить настоящее и закидывает в прошлое. Евгений или Александра намерены помешать Жене и Саше пожениться. Но молодежь будет сражаться за свою любовь. Съемки в кинопроекта Сергея пришлось прерывать из-за участия в проекте «Форт Боярд». Как оказалось, он заменил на посту ведущего популярного шоу Сергея Шнурова. К интервью Бурунов признался, что еще в детстве обожал смотреть эту передачу. Поэтому приглашение ввести ее стало для него большой честью и ответственностью. Актер выразил надежду привнести в проект нечто новое. Своё. Немного юмора и свежести. Пару интересных фактов. Сергей прославился как один из наиболее знаменитых актеров озвучки. В этом качестве дебютировал в 2003 году. Сегодня в его творческой копилке сотни картин, в которых артист дублировал героев. Голосом комика на отечественном экране говорят Леонардо Ди Каприо, Дэнни Девито, Джерард Батлер, Тим Ротт, Джонни Депп, Адам Сэндлер и многие другие. После смерти Андрея Панина Бурунов переозвучил его роль в сериале «Журов». Артиста по-прежнему тянет в небо. Любимым местом отдыха для Бурунову остаётся аэродром. Иногда мужчина признаётся, что бывают моменты, когда он жалеет о брошенной специальности лётчика. Сергей записал хит 90-х годов «Музыка нас связала» и снял на эту песню увлекательный видеоклип. Забудьте об этом дне, спор не нужен никому. Музыка нас связала. В создании записи принимали участие Маргарита Суханкина и рэпер Крафтс. Дорогие друзья, подготовка и выпуск подобных роликов отнимает много времени и сил. Для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете поддержать канал финансово. Ссылка в описании. Это мотивирует двигаться дальше и создавать новые видео для вас. С вами не прощаюсь и до встречи.